друзья мои всем привет сегодня у нас с вами акварелька по вашим просьбам просили показать подробный мастер-класс у меня на канале есть видео шорт с коротенький ролик о том как я рисую маки да там такие акварельные маки с брызгами просили подробно показать как и этот сюжетик нарисовать то есть сюжет очень очень простой бумага у меня акварельная фирмы фабриана покажу ничего такая бумага мне понравилась вот такая кому интересно то есть цена качество конечно классные 250 грамм 40 листов цена по отношению с другими бумагами я бы не сказала что дорого то есть не сильно кусается цена и вот смотрите я этот листочек пополам разве разрезала вырвала альбом склеечка так чтобы просто показать вот я смачиваю кисточку на козочка такая большая и смачиваю весь листочек водичкой ну и надо конечно же подождать пока бумага впитает себя водичку чтобы не было никаких лужиц обычные салфеточки чтобы промакивать кисти так как тканевые какие-то я не люблю для акварели вот такие вот можно они хорошенько впитывают водичку и вот ждем пока у нас хорошенечко она питается бумага при необходимости можно даже еще второй раз смочить это нам не потихонечку потихонечку впитывается добавлю еще немножко водички бумагу я прикрепила малярным скотчем чтобы она видите она вздувается у меня волной может идти чтобы она у меня сильно и так не коребилась хорошенечко ждем пока впитается это вот большая кисть козочка для заливки для рисования уже да непосредственно я буду использовать вот такую кисточку от pinax номер 8 белка микс видите такая классная кончик остренький то есть она не особо вроде бы маленькая но ей очень удобно рисовать то есть и какие-то тонкие линии и что-то более такое вот то есть кисточка эту я брала сейчас не знаю сколько она стоит я ее брала за тысячу но кисть вот посейдон она вот реально она того стоит то есть ей можно описать вот не набирать себе охапку до этих кистей там разных размеров а вот ну не знаю просто она заменяет наверное все то есть денег своих она стоит если вы думаете как бы брать не брать берите не пожалейте вот такую кисточку она просто класс вот я уже смотрю что у меня нет никаких таких конкретных лужиц да я беру кисточку и сделаем сначала фон я вот возьму какой-нибудь что-то типа лимонненького лимонненький красненький сделаем такой какой-то оранжеватый оттеночек но жиденько жиденько прям вот такой водичкой чтобы у нас так это фон да он нам не нужен сильно прям очень какой-то контрастный такой вот приблизительно где там у нас будут маки ну допустим здесь какой-нибудь да вот тут какой то здесь возможно небольшой бутончики где-то ну то есть я вот так вот сейчас вот так вот разнообразно нанесу вот можно очень желтого тогда добавить к примеру где-то пятнышек более красноватых то есть я сюда же просто добавила больше красненького ну естественно нужно чуть-чуть подождать пока это все дело подсохнет можно в принципе заполнить полностью да не так вот пятнами заполнить полностью и когда мы снимем скотч у нас будет как бы в рамочке работа можно и так что-нибудь такое подождать пока этот фон у нас подсохнет можно сушить в принципе феном но тогда она быстренько все это высохнет и как бы когда она медленно высыхает он постепенно расплывается и подсыхает и получаются такие красивые разводы да как когда сушишь она как бы не успевает как бы растечься да так красиво смотрю еще сильно у меня блестит надо не полностью высушить его дамы чтобы влажная все равно бумага была но у нас в принципе полностью и не надо как бы ждать высыхания нам нужно чтобы маки растекались вот я сейчас беру красненький и вот розовый меня просто я люблю смешивать красный с розовым он получается такой насыщенный классный темный красный достаточное количество его сделаю у меня там раз под впитается вот такой красивый красивый красный получился я не знаю передает камера или нет ну вот смотрите где допустим мы представим будут у нас маки она очень хорошо это кисточка вся воду берет ну допускаю вот здесь будет у нас какой-то большой до цветочек вот я прикладываю и как-нибудь вот вот так вот так вот так создаю каким-то таким неровным неровным движением до чтобы лепесточек с краешку был неровный создала какой-то лепесток дальше в эту сторону до пошла раз допустим же такой лепесток ну и куда-нибудь пускай вот сюда пойдет поменьше пускай лепесток и вот здесь допустим пускай вот так будет лепесточек почему бы не до видим вот он растекается уже где-то будет сильно растекаться где-то будет меньше растекаться вот где еще брать и вот здесь тоже сделаем какой-нибудь небольшой вот в эту сторону его повернем вот здесь небольшой то есть она такая вообще просто классная кисточка вот здесь пускай пускай такой будет и вот он сейчас потечет потечет поклывет можно сделать где-нибудь вот здесь какой-то как полу раскрытый что ли да давайте вот такой как бы бочком ну и для красоты добавим бутончиков каких-нибудь пускай у нас к примеру смотрим да уж как куда нам лучше его направить ну можно вот здесь бутончик сделать раз приложила я вот так пускай такой бутончик будет и где-нибудь где-нибудь вот сюда пускай у нас поменьше бутончик тоже одинаковые делать не надо и все и теперь мы ждем пока у нас все это дело подсохнет можно в принципе сейчас добавить серединки черненьким видно не видно но вот я черненький беру на краще кисточки сюда нибудь серединку вот так вот раз раз подступаю аккуратненько красному и вот он сейчас начнет еще и в красный вмешиваться здесь он у нас как бы бочком да возможно куда-то в сторону смотрит чуть-чуть добавлю ну и соответственно вот здесь тоже добавим на бутончики можно чуть-чуть вот так вот капельку добавить и пускай плывет вот он посмотрите уже перетекает черный красный теперь нужно дождаться пока все это дело у нас уже полностью высохнет и тогда продолжать работу ну друзья рисуночек подсох я чуть-чуть помогла ему подсохнуть феном и сейчас мы собственно начинаем уже прорисовывать сами стебелечки листочки сами цветы обрисуем здесь уже мы будем работать чисто черным цветом я набираю не жиденько чтобы так вот он цвет контрастно так ложился что еще хотелось бы сказать по этим цветам да вот да и вообще в принципе любые цветы когда рисуете смотрите чтобы они были разных размеров в разную сторону они были повернуты да вот здесь даже бутончики этот я сюда повернула как бы кверху он смотрит этот в бок размер также им поменяла то есть один побольше другой поменьше то есть чтобы они были разные не надо все 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 прям делать одинаково и так вот я пока тут болтаю себе делаю красочку вот я набрала на кисточку красочку сделала остренький краешек и сейчас мы будем собственно прорисовывать наши цветочки так сейчас я уберу кисточку назад не совсем удобно мне вот таким образом и самым-самым краешком смотрите здесь будет красиво смотреться не надо вот обрисовывать полностью вот где у нас там потекло где края не надо где-то вылазим где-то заходим наоборот сюда на лепесток да ну сейчас вот увидите в процессе а то есть она будет красиво так и линию меняем где-то толще где-то тоньше то есть либо мы сильнее надавливаем на кисточку либо самым-самым краешком рисуем главное собираем остренький краешек чтобы был и вот ну к примеру с верхнего да давайте начнем вот я пошла его обрисовывать пускай она прерывается где-то так суховато сейчас еще смочу пускай где-то прерывается линия водички должно быть достаточно в кисточке чтобы она у нас хорошенечко отдавала водичку вот можно допустим вот сюда вот так повести вот сделали здесь допустим можно чуть-чуть самую серединку когда уже сухое более сильнее подтягивать как-нибудь вот так вот точечно точечно чтобы не было сильно привод какого-то четкого пятна вот здесь также прорисовываем не обязательно также обрисовывать полностью полностью от края до края все лепестки вот видите линия прерывается то есть здесь вообще кусочек я не прокрасила то есть где-то она толще где-то она тоньше это называется живая линия да так говорят и она вот красиво смотрится то есть не надо как в детской раскраске полностью все это дело обрисовывать вот такая к примеру пускай будет здесь вот как-нибудь вот так дрожащей рукой то есть не держите прям вот так вот в цепи вцепившись в кисть да там легонечко легонечко держим и как вот она идет пускай так и идет ну и здесь тоже раз сюда на лепесточек зашла вот как-нибудь вот так то есть вот я двумя пальчиками она у меня легко легко лежит в руке кисть так пускай такой будет и вот это тоже мы сейчас обрисуем как-нибудь вот так вот волнисто волнисто сюда можно вот сюда повести разделить как бы ну и немножечко можно как бы по бутончиком вот так пройти что-то каких-то добавить черточек чтобы они у нас такие не совсем скучноватые были что у нас там тоже какие-то присутствуют до черные моменты и собственно теперь сами стебелечки еще себе делаю черной красочки собираю острый краешек давайте вот от этого да у основания потолще сделала и вот опять таки тоже стебелек делаю не совсем там какой-то однородной линией то есть где-то толще где-то тоньше здесь у нас пускай где-нибудь вот отсюда выйдет стебелек дальше где вот от этого можно куда-нибудь сюда повезти наверно вот вот как-нибудь вот так ну и соответственно от бутончиков тоже надо пускай они у нас пускай пересекаются линии то есть необязательно их там прям досконально показывать пускай этот пойдет вот сюда где-то там выйдет вот и уже сами листочки на цветах мы будем уже показывать их то есть уже смотря да где не хватает там и добавлять вот к примеру я хочу здесь вот я ставлю краешек да чуть-чуть надавила как бы такой лепесточек листочек получился и вот повела куда-нибудь к стебельку у маков конечно не такие листочки они там ну примерно остренькие да но их так много 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 в разные стороны но у нас будут такие тут не суть важно дальше вот сюда я хочу какой-нибудь вот так подлиннее пустить вот так пускай будет дальше где-нибудь здесь добавлю небольшой вот сюда можно какой-нибудь пустить и тоже видите они у меня такие тарваненькие получаются какие-то пускай такие будут где-то маленькие тоже череду не делаем их какие-то прям очень очень одинаковые делаем разнообразные вот здесь пускай вот так пойдет большой к примеру лепесток можно здесь вот куда-нибудь тоже пустить листочек ну вот в принципе достаточно нужно где-нибудь вот здесь как будто из-за мака там выходит листочек тоже показать почему бы вот и когда у нас уже все это дело готова вот эти вот красивые брызги да это тоже мы берем берем цвет так кисти от черного промыла беру делаю опять вот какой-нибудь оранжевенький да уже более плотненький цвет то есть водички меньше и вот просто берем и брызгаем где-то оранжевых точечек сильно тоже не надо ими извлекаться а где-то вот я возьму красненький тоже на кисточке должно быть нормально так водички чтобы брызги были вот здесь добавлю красных то есть если чуть-чуть аккуратненько достучать по кисточке будут маленькие брызги хотите где-то кляксочки такие побольше то есть ну резче да вот сбивайте водичку и будут кляксочки больше ну и сейчас мне надо чуть-чуть подождать чтобы вот эти вот серединки подсохли чтобы белые точечки поставить кисть я промываю убираю мне вот эта кисточка больше не нужно в принципе это и все я сейчас нажму на паузу чтобы не шуметь феном подсушу это все дело феном вот я подсушила где-то тут блестит еще одно нам как бы нужны сами серединки я беру обычную зубочистку от краешек обламываю чтобы она не сильно острая была на палитру я выдавила немножко сейчас покажу вот так вот капельку белой гуаши и вот этим обломанным краешком я беру гуашь на зубочистку да и смотрите здесь тоже не надо ставить какие-то прям точечки вот даже ну вот так вот да вот такие точечки это не очень красиво когда они тоже одинаковые точки я беру и вот так вот где-то они пускай сливаются даже ну вот этим краешком я вот так вот проставляю серединки здесь у нас нет да в принципе серединки ну вот на 2 вот в принципе и все теперь можно смело снимать скотч и как бы смотреть скотч с этой бумаги снимается в принципе вот я до этого пробовала хорошо снимается если у вас рвет бумагу можно брать фен также вот греть сушить и и она снимается хорошенечко это я уже говорила но это кто-то может не слышал кто-то этот урок не смотрел то есть как бы повторяю еще раз вот довольно таки вообще не не рвет абсолютно как бы классно так вот здесь снимаем естественно поближе я все это дело сейчас вам покажу когда сниму вот даже видите частично у нас как бы рамочка да получилось здесь но все равно вот она читается да уже красивее как бы фон такой у нее нежненький и в рамочке то есть такой получился открыточный что ли вариант то есть как вы видите довольно таки простой сюжетик поближе вот так покажу фокусируйся вот брызги нежный нежный видите фон переливается перетекает вот с оранжевого в желтенький если камера передает то конечно вот где-то маки сильно растеклись где-то не очень то есть как вот поплыла акварелька сама так вот оно получилось такие вот муки в принципе я думаю в так такой вот техника можно какие-то и любые другие цветочки нарисовать что-то типа может васильков чего-то такого ну естественно фон делать ему под голубой под синенький да что такое подбирать будет тоже очень красиво ну и все друзья мои на этом наш мини мастер-класс подошел к концу не забывайте ставить пальчик вверх подписывайтесь на канал кто не подписан ну и конечно же подписывайтесь на канале на каналы в яндекс дзене в рутубе везде буду рада вас видеть в телеграме есть группа можно общаться добавляйтесь все эти ссылочки есть в описании под видео ну а на этом я с вами прощаюсь и до скорой встречи в новых роликах пока пока не забывайте пока